Вчера в Красноуральский городской суд вынес приговор, дав меньше-меньшего убийце родной двухлетней дочери электрическим током. Местная жительница Татьяна Шилова, 32 лет, от роду, признана виновной по статье, которая в быту чаще именуется как неосторожное убийство, а жертвой этой неосторожности стала ее собственная двухлетняя дочка, не пережившая ударотоком. Беда случилась в доме на улице Пригородной, где жила большая семья без мужчины. Гражданка, будучи в статусе многодетной мамы, совмещала его с положением матери-одиночки. Отсутствие мужской руки сказывалось не только на педагогическом процессе, но и в чисто бытовом плане, что в итоге и привело к фатальным последствиям. Вот в таком виде, например, здесь была электропроводка. Именно этот оголенный провод и стал невольным детоубийцей и подельником нерадивой мамаши. Причем болталась эта конструкция в таком виде дольше, чем прожила на свете ее жертва. И ее родительница прекрасно знала об этом, но никаких мер не предпринимала. Именно это бездействие, на фоне ясного понимания возможных последствий, вследствие, а затем и суд, вменили гражданке Шиловой в вину. Цитата от прокуратуры Свердловской области. Женщина достоверно знала, что электрическая проводка в квартире находится под напряжением ввиду ее ежедневного использования, а также имеет неизолированные элементы в связи с отсутствием защитных коробок. Женщина не ограничила доступ к указанной розетке своей малолетней дочери в вину в совершении преступления. Осужденная на судебном заседании признала в полном объеме. Конец цитаты. Следственный комитет по итогам своей работы внес представление в адрес Управления социальной политики и местной комиссии по делам несовершеннолетних, где семья эта состояла на учете как неблагополучная из-за регулярных пьянок одинокой мамы. Только за прошлый год она лишь официально попалась на этом трижды и получила протоколы по соответствующей статье КОАП. Говорят, что и участковый регулярно заходил в это жилище с проверками. Странно, что никто не заметил и не предпринял решительных мер для устранения. Когда двухлетняя дочь, в очередной раз оставшись без пригляда, схватилась за оголенный провод, удар током не убил ее мгновенно. Смерть наступила позже в больнице Красноуральска, о чем в полицию оттуда сообщили по телефону 6 апреля в 15 минут 5 вечера. Суд признал Татьяну Шилову виновной по 109 части 1 и из возможных до двух лет лишения свободы дал ей один год и два месяца. Но не лишение, а лишь ограничение свободы. То есть ее многочисленные дети, те, что умудрились выжить, не останутся без мамы. Однако в этом случае непонятно, хорошо ли это для них.